МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подписы под документом поставили представники Управления спорта и туризма Гомельского облвыконкама, спортивного центра Либертас, Стасканы, Гуманитарной ассоциации ИРА и Международного доброчинного громадского объединения «Допомога детям Чарнобыля». Гэтым погоднением продугледжены суместные уделы в международных спа-борнествах и турнирах, саденничанья у организации тренировочных сборов и развитие спортивных обменов. До инших тем, профилактичное мероприемство по захованию безопасности проживания граждан прошло в Мазырском районе. Удельники форума разглядели умовы гибели людей от внешних причин и распроцвали шерох профилактичных мир. Под обязанностью в сюжете корреспондентов телеканала Мазыр. Процессовники областного управления и районных отделов по надзвычайных ситуациях мясцовые улады, работники эдукации и правооховники у мероприемстве приняли удел у всех, кто у своей профессийной деянности отказан за проведение профилактичной работы. До речи, неколе минавито в Мазырском районе распочали деянность на зиральные комиссии. Мясцовый отдел по надзвычайных ситуациях увёл такую форму работы на ведвание грамадян, які увоходили у группу рызыки, как попередить обмахчимые небеспеции. Эта работа приносит свои плоды. На сегодняшнем этапе, если даже касаться Мазырского района, показатель смертности на пожарах людей и возникновения пожаров ниже среднеобластного показателя. У Парауна незаповедным покажчика минулого года сёлитов в области амаль на 50% снижена колькасть пожаров и на 30% колькасть загинувших у их людей. Это один из лепших покажчика Украине. Основные причины сегодня возникновения пожаров и гибели людей от них это нахождение человека в алкогольном состоянии. Человек теряет контроль, либо неосторожное обращение с огнём, либо что-то забудет на плите газовой, либо закурит по привычке. И, соответственно, это приводит к смерти. То в нашем направлении, конечно же, здесь подключается и милиция по выявлению этих, и по постановке их на учёт, здравоохранение по мерам воздействия и возвращение их в нормальные условия жизни. Поэтому эта работа только совместная может привести к результату. Своим опытом у проведения профилактичной работы поделились все представники Мясцовых сельских советов. Работает эта комиссия эффективно, потому что в 2012 году у нас на территории совета было лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками, 19. На сегодняшний день их только шесть осталось. С семьи СОП у нас тоже было пять семьи. На сегодняшний день осталось только две семьи. Также смотровая комиссия обследует все домовладения, и мы знаем наше население, 100%, кто, чем занимается, и оказываем помощь. У рамках мероприемства сопрацовники МНС наведали дома уладаний населенного пункта, сустрились аджихарами. По выниках форума был выпрацованный широк мер по взаимодействии незатекавленных структур, проанализованы причины гибели людей и вызначенный план работы по их попередженню. Илона Шавловская, Вячеслав Приписно, телеканал МАЗР, специально для телерадиокомпании «Гомель». Республиканский семинар «Школа дитячих гастроэнтеролога» по чарзе проходит во всех регионах краины. На мероприемствах обмерковывают проблемы профилактики, лечения и сучасные терапевтичные методики. Под обязанностей сустречу «Гомель» в нашем наступном материале. Команда специалистов за Республиканских медицинских центров и представников Министерства охоты здоровья сустракается с медиками регионов. На месяцах, выучаясь научной проблемой, головная допомога изнасти шляхи их ворошения. В городе над Сожем республиканский семинар «Школа дитячих гастроэнтеролога» отбылся на базе медицинского университета. Педеятры, дитячие хирурги, морфологи сгодны. Одна из головных проблем. Сегодня рост патологии, которые ранее у детей не сустракались. К нам пришли новые нозологии, то, что мы называем омоложение заболеваний. И пришли новые проблемы, с которыми мы, может быть, ранее не встречались или мы не готовы в одиночку решать эти проблемы. Поэтому вот только мультидисциплинарный подход, обмен мнениями, обсуждение пациентов позволит нам решить эту проблему. Заразу в Гомельской области 270 тысяч детей. Из них прикладно у 7 тысяч хроничных гастрит. Язвовое захворование прикладно у 350 маленьких пациентов. А позже 10 годов этой лечбы растут. На семинары пришли до акульной высновы. Связано это с уживанием празмерно химизованных продуктов. Чипсы и газированные солодкие напои надолго затремливаются у страунику и меняют кислотность. Выникам такого горчавания нередко становится протяглое леченье. Вообще у нас медицинская помощь детям с этой патологией оказывается как в детской областной больнице, в улице Жарковского, так и в областной больнице на братьев Лизюковых. Есть специализированное отделение. Семинар, конечно, нам поможет во многом, потому что Минск не секретно более высоком уровне и по оснащению оборудованием, и по количеству специализированных центров делается практически весь спектр обследований, которые позволяют обследовать детей. Коли сказать об Гомельшине, то техника, якая тут и снуешь, матучим отстое. Эндоскопичное обсталевание, як правило, дорогое и забеспечит им кожную региональную больницу в области Складана. Однако в уголовных медицинских установах, таких як детячая областная больница, яну есть. Тут эндоскопичное доследование можно проводить навод новонародженным. Ганна Ковалева, Ихар Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня означается День помников и исторических местов. Чем у гэтым плане можа похвалиться Гомельская в области, яке ами астинный привабливают туристов и археологов. Олег Сентеров наведал Калинковицкий район. Сегодня у Беларуси наличивается коля тысячи старожитных городищев. Неде 30 из них находятся в Калинковском районе. Подчас экскурсии супрацовники Державного крызновчего музея обовязково покажут каменные сякеры и ножи того ж периоду. Глядя, че на минулые 100 годзи, яны до речи и зараз в працовном стане легко режусь паперу и дравнину. Усех этой речи у розной джасы знайдены подчас раскопок на мясовых городищах. От относно невеликих, по мерам прикладна 100 на 70 метров, до соправдных старожитных городов. Самым крупным городищем на территории нашего района является городище на территории современного населенного пункта Юровичи. Это городище было городского типа, оно датируется эпохой Средневековья и является самым ранним на территории Беларуси. Называть докладное место находжения у всех городища супрацовники Калинковского державного крызновчего музея не спешаются. Перш за все, как не притягнуть до их увагу так званых черных копальников, макчима ничего саправды каштонных, а яны не знойдуть, але историчное место пошкодить. Так званное болотное городище было засновано неде 3000 годов тому. По одной из версий, наши вельми далекие протки проводили тут свои язычнические обрады, так что вельми верогодно, что неде у земли и до этого часу заховываются и стуканы, и орлы, и дашь бога. Непосредственно Калинковское городище практически полностью знищили у 70-х годов минулого 100 годов. Причем не черные копальники, а также частная улада. Почас будавництва дороги с городища вывезли десятки тонн песку. Рештки, которые застались и зараз, уже не вельми нагадывают, что тут неколи жили люди. Перш из них пришли сюда прикладно 3000 годов тому. Потом тут изменилось неколько культур. Правда, как называли себе далекие протки сучасных калинковичан, мы, напевно, не доведуемся. Геродот называл этих людей «невры», что в переводе означает «оборотни». Быть может, поэтому в наших сказках и легендах белорусов, и в Полесе в частности, сохранилось столько сказок и историй про Волкалака, перевертывания. Ученые лечат, что назва Калинковича утворилась от церковнославянского каль. Место сирот болот. Устарожительный институт соправдывал, было некакие реки болот. Одна за речек заховалась до нашего часа, хоть, увыненько, миллиарации. Теперь она больше нагадывая канал. Первая початковая назва «Кавня» означает «чаровная». Кажут, что у Жнивни и Вересни, неде у метры над водой, можно увидеть вельми пригожий туман. Полное уражение, нечего сопроруды незямного. Алексей Тюров, Евген Макеенко, Телера, до компании «Гомель», Калинковский район. Распрощался месячник оборонно-патриотичной и спортивной работы доброхватного товарыства «Саденничание армии, авиации и флоту Беларуси». Он примеркованный до дня перемоги в Великой Чинной войне и 90-годзе товарыства. Открыл в шерах мероприемства митинг для помника другой роти 52-го Чонковского полка Народного комиссариата внутренних справ Калявески Пакалюбич и Гомельского района. Удельники усклали кветки и вянки до монумента. Ушиновали память война у Хвилиной Маучанья. Сегодня проводится первый этап месячника, посвященного этой дате. Второй этап месячника будет проводиться в стрелково-спортивном клубе по адресу Сосновая, 10. Там будут проводиться соревнования. В эту же честь 10 команд участников будут участвовать в этих соревнованиях. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tevergomil.by На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова